Всем привет! Сегодня готовлю пасхальные куличи. Наверное, по одному из самых моих любимых рецептов. Готовятся они невероятно просто. И уверяю вас, по этому рецепту куличи у вас всегда получатся. Тесто нежное, воздушное и очень вкусное. К тёплому молоку добавляем столовую ложку сахара, быстродействующие дрожжи и всё хорошо перемешиваем. Оставляем в таком виде постоять на 5-7 минут. Далее берём 5 желтков комнатной температуры. Добавляем соль, сахар. И всё хорошо взбиваем до пышной белой массы. Добавляем размягчённое сливочное масло. И цедру одного апельсина или одного лимона. Продолжаем взбивать. Далее добавляем молоко и дрожжи. Посмотрите, как они хорошо подошли. И всё хорошо перемешиваем. Небольшими порциями просеиваем муку и замешиваем тесто. Как только становится трудно мешать миксером, переходим на замес лопаткой. Всё, тесто готово. Вот такой консистенции оно должно получиться. Накрываем пищевой плёнкой и убираем в тёплое место приблизительно на час. Может быть, даже чуть меньше. Я просто ставлю в холодную духовку и включаю лампочку. К изюму добавляем цукаты. Присыпаем мукой и перемешиваем. Если изюм у вас жёсткий, то его предварительно можно на 5 минут замочить в кипятке. У меня изюм мягкий. Я просто его промыла. Посмотрите, как хорошо подошло тесто. А какой у меня аромат стоит на кухне. Теперь сюда я добавлю изюм и сухофрукты. И всё хорошо перемешаю. Ещё раз накрою пищевой плёнкой и оставлю подниматься на 30-35 минут. Я буду выпекать куличи вот в таких бумажных формах. Смазывать их не нужно. Если вы будете выпекать в металлической форме, то смажьте её растительным маслом и присыпьте немного мукой. Тесто ещё раз хорошо поднялось. Теперь я смачиваю руки растительным маслом и заполняю формы. Заполняем мы их чуть меньше половины. Из данного количества ингредиентов выходят 3 кулича диаметром 12 см и 1 кулич диаметром 9 см. Накрываем полотенцем и снова убираем в тёплое место минут на 15 для подъёма. Тесто у нас хорошо поднялось. Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов на 30-35 минут. Куличи готовы. Я дала им полностью остыть. Теперь снимаем форму. Покрываем куличи глазурью и украшаем. На моём канале есть видео, где я готовлю глазурь разными способами. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Вот такие воздушные и нежные куличи получаются. Рецепт невероятно простой. Я обязательно рекомендую вам его попробовать. На моём канале вы можете найти рецепты куличей на любой вкус. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. В свою очередь буду ждать от вас отзывы у себя в комментариях. Обязательно напишите. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok